Аудзу биллэхи минас шейтану рожим Бисмиллахи ррахману ррахим Альхамду лиллэхи руббил аламин Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммад и муаля алихи Ва асхабихи аджмаин амма ба'ад Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату Дорогие братья Для каждого мусульманина Примером для подражания Является посланник Аллаха саллиллаху алейхи Всевышний Аллах говорит в Коране Аудзу биллэхи минас шейтану рожим Лаقد кана лакум Фи расу лиллэхи усватун хасана Садак Аллаху ладым Поистине в посланнике Аллаха для вас прекрасный Пример И счастлив тот мусульманин Который взял для себя путеводителем Пророка алейхи салату вассалам И старается следовать во всем И везде Его повелениями остерегаться Его запретов И самыми Кто придерживался Этого пути Пути пророка алейхи салату вассалам Самые лучшие Кто это делал Это были Сподвижники Посланника Аллаха Саллиллаху алейхи Вассаляма И эти же сподвижники После пророка алейхи салату вассалям Во время сподвижников Они донесли Ислам сюда К нашим предкам Дагестан И они стали причиной То что наши предки Приняли ислам И сегодня то что мы с вами Дорогие братья Являемся мусульманами Альхамдулиллах И конечно же Это не просто так Было для них Не просто так За короткий период времени Ислам Распространился На Аравийском полуострове Ислам Распространился По всему миру Это было По причине того То что сподвижники Полностью отдали Свою религии Свою душу Своё тело Своё имущество Свою семью Всё они Старались расходовать На пути Всевышнего Аллаха И я бы хотел Сегодня Рассказать Об одном из Великих сподвижников Это Абдулла Ибн Хузафа Раду Аллаху Та'али Ангу И Ему Он встретил На то время Были две Великие Державы Это Держава Персов И Держава Римлян И Он Встретил Этих Двух царей И мы Расскажем Об этих встречах Как это Произошло Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Салям На шестом Году По хиджри Писал письма Правителям Не мусульман И в этих Письмах Он призывал Их К исламу И для этого Дела Пророк Алейхи Салят Ва Салям Выбрал Из своих Сподвижников Тех людей Которые Смогут Это дело Сделать Почему Потому что Представьте Вот Например Мы Дагестан Да вообще Дагестан Если сравнить С Америкой С другими Державами Никакую же силу Сегодня не имеет Просто отдельно Если Дагестан Взять Правильно же Представьте Сегодня мы Допустим Письмо Пишет наш Правитель Америку Отправляет Призывает Его Чтобы он Оставил Свою религию Свою Исследовал Исламу Они просто Будут Смеяться Над Нами И То же Самое Сделал Посланник Аллах Алейхи Васселям И Тот Из Подвижников Который Отправлялся Туда На Это Задание Его Уже Считали Потерянным Человеком Потому Что Большая Вероятность Была Что Он Не Вернется Оттуда И Который Возвращался Обратно Его Считали Уже Заново Родившимся Человеком И вот Абдулла Ибн Хузафа Посланник Аллаха Салли Аллах Алейхи Васселям Он Отправил В Персию К Персам Персидскому Царю И Абдулла Ибн Хузафа Вышел В путь Попрощавшись Со своим Маленьким Ребенком Со своей Женой Дойдя До грани С Персов Он Сказал Подчиненным Этого Царя Хасрова Что Хочете Увидеть У него Есть послание К нему Они Его Пропустили Этот Царь Хасров Приготовил Дворец Нарядил Они Так Это Делали Так Встречали Послов Гостей И Когда Абдулла Ибн Хузафа Вошел К нему Во дворец Он Зашел Гордо Подняв Голову Гордясь То Что Мусульманин Гордясь За свою Религию Хотя Это Была Великая Держава Персов На то Время Ее Никто Не Мог Одолеть И Абдулла Когда Начал Подходить Хасрову Хасров Приказал Своим Слугам Чтобы Они Взяли Это Письмо Передали Ему Абдулла Сказал Раду Аллах Гангу Я Сам Лично Вручу Ему Это В руки Письмо Потому Что Мне Повелел Пророк Алейхи Салят Чтобы Я Это Сделал Лично Тогда Хасров Сказал Пусть Проходит Абдулла Ибн Хузаф Вручил Ему Письмо И Хасров Вызвал Переводчика Который Переводил С Написано Бисмилляхи Рахмани Рахим С Именем Аллаха Милостивого Ко всем На этом Свете Куверевшим На Том От Мухаммада Посланника Аллаха К Хасров Царю Персов Салямун Мантаби Аль Худа Мир Тому Кто Следует Истинному Пути Вот До Этих Пор Прочитал Его Переводчик Хасров Услышал Что Имя Пророка Саляусом Посланник Николай Впереди Поставил Нежели Его Он Пришел В ярости В бешенство Разорвал Это письмо И Долго У себя Не Приходил В гневе Находился И Он Повелел Абдулу Выгнать Зала Абдулу Выгнали Он Сел На Своего Верблюда И Ускакал И Он Думал Прежде Чем Сесть На Верблюда Что Со мной Сделают Они Раз Он Так Сильно Разозлился Но Он Сказал После Этого Мне Разницы Нет Что Со Мною Они Сделают Я Главное Выполнил Повеление Посланника Аллаха Саля Аллаху Алейхи Ва Салям Тогда Он Сел На Верблюда И Ускакал Когда Успокоился Хасров Пришел Себя Он Сказал Верните Его Обратно Но Они Уже Все Погнали За Ним Абдулла Все Уже Ускакал И Они Его Не Догнали Затем Хасров Написал Письмо Своему Наместнику Который Находился В Йемене Базан Он Говорит Отправить Своих Двух Силачей К Этому Мухаммаду Который Объявился Якобы Пророк И Пусть Они Его Схватят И Приведут Ко Мне Этот Базан Самых Сильных Двух Людей Эти люди Они Пришли Сначала Пришли Они Близ К Мекке И Там Встретили Они Курайшитов Язычников Этих Мекканских Язычников Они Спрашивают Где Мухаммад Они Говорят Он Говорит В Медине Находится Его Здесь Нет И Тогда Они Эти Пасы Отправились В Медину За пророком Ам Ам Мекканские Язычники Обрадовались Сказав Вот Хасров Взялся За Мухаммада Теперь Он Его Уничтожит Затем Эти Послы Прибыли Пророку Алейхи Салят И Сказали Наш Наместник Он Приказал Нам Чтобы Мы Тебя Привели К Хасрову Если Ты Подчинись Мы За Тебя Заступимся Он Тебе Вред Не Причинит Тогда Посланник Аллах Засмеялся И Сказал Вот Где Вы Куда Вы Прибыли Останьтесь Там Переночуйте И Приходите На Следующий День Эти Люди Пришли Послы Перцев И Пророк Алейхи Салят Говорит Они Еще раз Повторили Что Хотят Забрать Посланника Аллаха Салят Посланник Аллах Салят Говорит Вы Грит Хасрова Больше Никогда Не Увидите Потому Что Он Умер А Когда Абдулла Рассказал Об этом Пророку Алейхи Салят То Что Случилось Посланник Аллаха Салят 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 Да Разорвет Аллах Его Царство Сдел Дуа Ему И Этим Людям Он Говорит Вы Его Не Увидите Его Убил Собственный Сын Эти Послы Возвращаются К Базану Наместнику Этого Хасрова И Говорят Мухаммад Вот так Сказал И Этот Базан Говорит Если Он Сказал Правду То Он Истинный Пророк И Через Некоторое Время Сын Этого Хасрова Он Отправляет Этому Наместнику Базану Письмо Он Говорит Я Убил Своего Отца За то Что Он Чинил Бесчинство Убивал Людей Притеснял Чтобы Свой Народ Защитить Я Его Убил Подчинить Мне Говорит Прочитав Это Письмо Базан Он Принял Ислам И все Жители Йемена Они Приняли Ислам Стали Мусульманами